Знанием все возрасты покорны. В Ульяновской области началась подготовка жителей предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. Программа обучения с нуля и переподготовка ведется в рамках национального проекта «Демография». Преимущество в том, что обучение проходит по мировым стандартам. И все обучающиеся будут обучены по методике WorldSkills и на выходе как подтверждение этому будут получать так называемый skills-факт, skills-паспорт, как документ, подтверждающий действительно высокий уровень их подготовки. Ульяновский регион стал пионером в подготовке возрастных граждан по медицинскому направлению. Первый поток учеников из 10 человек приступил к обучению накануне. Занятия проходят на базе фармацевтического колледжа в Ульяновске. Знания предпенсионные студенты получают по двум профилям – медицинский социальный уход и лабораторно-медицинский анализ. «Мировые стандарты, они в первую очередь ориентированы на удовлетворение потребностей личности пациента. Поэтому здесь в первую очередь весь уход он строится на том, чтобы помочь пациенту, чтобы ему оказать всяческое содействие, способствовать его скорейшему выздоровлению». Теоретическая информация в аудитории тут же подкрепляется практическими навыками с помощью роботов-симуляторов, которые рассчитаны на несколько сценариев. Так, на медицинских манекенах можно отслеживать критическое и функциональное состояние пациента, учиться обрабатывать раны и делать перевязки. В соседнем кабинете обучает профессиональным навыкам по уходу за лежачими пациентами. 54-летний Алексей Ильин много лет отдал работе на флоте, а последние два года трудится санитаром в одной из ульяновских больниц. Мужчина признается, что ухаживать за больными ему нравится больше. По этой стезе идти хочет дальше и выше. «Решил переквалифицироваться. Нравится специальность. Нравится с больными там работать». «А вы кем изначально работали?» «Я работал санитаром». «А сейчас решили переквалифицироваться на…» «Ну, на более профессиональном уровне». «На медицинском уровне?» «Да, да, на медицинском уровне». «Скажите, пожалуйста, насколько важно вообще организовать такие курсы для людей? Предпенсионного возраста?» «Ну, это очень важно. Почему нет? Предпенсионного возраста – это же не значит, что уже можно списывать нас». По итогу курсов, чтобы получить скилл-паспорт, каждый участник должен сдать экзамен. В планах до конца года обучить и переквалифицировать 150 человек. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ.